Привет, будущие наблюдатели! Калибр начинает свой путь в киберспорт, и то, чего раньше не хватало для комфортного освещения турниров, появится уже в версии 0.22.0. Как вы могли догадаться, по названию видео сегодня я расскажу о режиме наблюдателя. Режим наблюдателя позволит смотреть матчи других игроков в пользовательских боях. Наблюдатель будет видеть всю информацию про обе команды, включая их местоположение, здоровье, броню, время восстановления способностей и многое другое. Давайте разбираться, как это работает. Чтобы стать наблюдателем, нужно занять соответствующий слот в команде пользовательского боя. В одном бою может быть до 9 наблюдателей. Напоминаю, что для входа в пользовательский бой, его создатель должен сообщить вам ID комнаты и пароль, если установлен. Важно, успейте занять слот наблюдателя до старта матча. Начать просмотр боя, который уже идет, нельзя. Создатель пользовательского боя может выставить задержку для наблюдателей 15, 30, 60, 90 или 120 секунд. Боитесь, что во время трансляции турнира игроки могут посматривать на стримах? Смело используйте эту функцию. Выбранное время задержки добавится к длительности загрузки в бой у наблюдателей, но не будет влиять на остальных участников матча. Бой начнется, как только загрузятся участники обеих команд, без учета наблюдателей. Если создатель боя сам решит стать наблюдателем, у него задержки не будет, какие бы настройки он не выставил. Имейте это в виду. Задержка относится только к самому бою и не распространяется на стадию выборов и запретов. Наблюдение за этим этапом будет происходить в реальном времени. В калибре для отображения противников используется красный цвет. Противников игроков у наблюдателя быть не может, поэтому команда B будет отображаться оранжевым цветом. Но для удобства красный цвет сохранят нейтральные боты, чтобы было сразу понятно, что они агрессивно настроены к обеим сторонам. Чтобы просмотр был комфортным, мы доработали горячие клавиши. Вы всегда сможете открыть подсказку со всеми горячими клавишами во время наблюдения, нажав на I. В день обновления появится первая итерация новой механики. В дальнейшем мы продолжим ее дорабатывать, улучшать и исправлять возможные ошибки. Пока наблюдателями смогут стать игроки, у которых есть доступ к пользовательским боям. Но уже в конце этого года создавать бои смогут все игроки с активным премиумом. Желаем ярких турниров и качественных трансляций. Субтитры создавал DimaTorzok